Привет, друзья! Снова мы, Андрей и Рита, русский в Израиле. Мы живем в этой стране больше двух лет и рассказываем о том, как мы здесь выкарабкиваемся. Да, а сегодняшнее видео мы решили сделать касательно новостей. Почитаем, посмотрим, обсудим, что мы по этому поводу думаем. Я подготовил несколько новостей. Так получилось, сионизм все-таки просвечивает такой через меня. И так получилось, что я хорошие новости подготовил. Ну, понятно. А что, бывают еще плохие новости об Израиле? Она превосходит меня в сионизме. Ладно, мы начинаем. Поехали. Итак, первая новость, которая мне показалась интересной, которую можно обсудить, ты ее не знаешь. Это то, что 2021 год оказался рекордным по продажам автомобилей в Израиле. Было продано 300 тысяч новых автомобилей. Это вот ровно тот год, в который практически никто не работал. Да. Это он, да? И это парадокс, друзья. Вот так вот можем жить. Хотим и живем. Вот мне кажется, знаешь, это потому что израильтяне как по обыкновению провели просто свои кредитные карты, не обращая сколько там в минус, внимание, да, просто взяли все. Но мне кажется, все равно есть какая-то связь между пандемией и вот рекордом. То есть никогда в Израиле столько машин не продавали. Как это связано? Наверное, израильтяне получают много этих подарочков от государства. Пиццуимы всякие, выплаты. Деньги с вертолета, как говорили у нас, вертолетные деньги были. Всем просто наказывать. Не, но правда, я очень много слышал, что особенно у кого частный бизнес, они хорошо заработали в пандемию, потому что государство выплачивало бизнесом примерно средний доход месячный. Ну, какую-то часть серьезную, а они, в принципе, продолжали работать. Ну, уже во второй, в третье, закрытие уже работали. Они работали где-то по черному, где-то по зеленому, по синему, кто как умеет. И поэтому для предпринимателей год был насыщенный, может быть, из-за этого. Жалко, что мы не предприниматели, да? Да, мы бы тоже все купили какую-нибудь машину. А, кстати, как ты думаешь, какие самые популярные машины? Вот у меня есть список из 10. Я хочу пояснить, я не знаю, да, какие новости читает Андрей, и я вот просто из головы и все. Ну, по... Вот, потому что я смотрю на дорогах, мне кажется, либо Kia, либо Hyundai. Правильно. На первом месте Hyundai. Я не знаю, как правильно говорить. Hyundai, Hyundai. 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 На втором месте Toyota, на третьем месте Kia. А Kia говорят здесь не говорят, потому что это плохое слово. Kaya. Здесь говорят Kaya. Kaya. Самые популярные в Израиле, вот такие вот автомобили. Ну что ж, поаплодируем холдингу Hyundai. Да, молодцы. В Израиле он сделан хороший рун. Это была первая новость. Следующая радостная новость. Я вот не прошел мимо этой новости, потому что все репатрианты, которые приезжают в Израиль, они так или иначе сравнивают страну с той страной, с которой выехали. Поэтому все, что связано с экономикой, с законом, с демократией, со свободой, оно все вызывает искреннюю радость. И вот новость звучит так. Золотовалютные резервы Израиля превысили 213 миллиардов долларов. Вот тот случай, когда такая скучная фраза вызывает какие-то эмоции. Там есть два слова. Золото и валюта. И оно еще... У тебя мурашки побежали? Да, оно через букву О соединено. Золото валютное. Слушай, а ты знаешь, что это примерно столько же, сколько у Великобритании, у Франции. Вместе взятых. И у Италии. Вместе взятых? Нет, нет, отдельно. У них примерно тоже там по 220, по 230. А у нас сколько? 213. Ну круто. Это, знаете, вызывает все равно такое чувство, что мы вот на том же уровне. Хотя вот для справочки у России 600. В три раза больше. Ну, примерно 600. Ну, это хорошо. Ну, это хорошо. Здесь радость России у нас. Ну, только то, что в России 150 миллионов, да? Здесь 9. Людей, да. Ну. А вот как ты думаешь, сколько у Сомали было? Вот смотри, у Израиля 213 миллиардов. В Сомали недалеко от нас. Через Красное море. Через долларов. Через Красное море вот так проехать, там часик на лодке, на надувной. Ну, у Сомали 13. Миллиардов? Миллионов. 13 слитков. 13 пачек. Представь, государство Сомали, у них золотовалютный резерв 23 миллиона долларов. Да. Миллиона. Не миллиарда. Ну, это как бы это и грустно. За Сомали. За Сомали грустно, да. Ну, на такой грустной ноте покидаем эту новость. Следующая новость. Тоже интересная. Мы любим Израиль, особенно Тель-Авив. За что? За булки. За небоскребы. Ну, просто, ну, в жизни, знаете, вот как бы росли всегда в таких городах, где нету небоскребов, поэтому для нас небоскребов. Такое небольшое такое отступление сказать. Да. Вы знаете, мы выращены на американских фильмах, да, мечтающие о Нью-Йорке, всегда восхищаемся и восхищались видами Нью-Йорка. И интересно, что у нас молодцы сын Ефрем, когда увидел, да, картинками, которыми восхищаемся, он спросил, а объясните мне, а что в этом красивого? Вот он ничего не видит в этом красивого. Получается, мы видим в этом, да, красоту, что там какой-то успех, какие-то, да, там. Ну, это просто человеческое творение, оно как бы только... Каменные просто, как бы, дома высокие. Красиво. Столбики. Ну, это я тебе просто такое... Отступление, да. Так вот, новость, что в Израиле скоро начнут строить самый высокий небоскреб в Израиле. В Израиле. Да, серьезно? Да. Ну, как бы, что есть, что есть. 350 метров он будет. 350 метров. Ширину? В глубину. В общем, слушай новость. Это будет четвертая башня Азриэли. Ее построят в форме спирали, высотой 350 метров. Муниципальная комиссия по планированию строительства разрешила группе Азриэли... Спирали? ...приступить к возведению спиралевидной башни, которая станет хотя бы какое-то время самой высокой в Израиле. Ну, чудненько. Ну, да. Это будет рядышком, вот, три нашей башни, вот эти вот, да, Азриэли. Наши, которые мы с тобой приобрели. Да, это, этот пончик, там, уши Амана и Мацана. И Мацана, да. И вот теперь будет еще спиралька. Спиралька. Это кто у нас спиралька? Это завитушка. Кучеряшка. Вот я как раз под это... Пейсы тратил. Пейсы, наверное. Это пейсы, я же говорю, кучеряшка. Точно? Вот сто процентов будут мемы такие. Вот мы первые придумали, если что, можете на нас ссылку оставлять. Смотри, что интересно, что там еще будут жилые помещения. И это ли не повод нам прикупить... Позавидовать людям, которые там купят. Я хотел сказать, прикупить там пару квартирок. А, но у меня. Но придется только завидовать. А скажи, может быть, у тебя тоже какой-то золотой валютный фонд имеется, нет? 23 шекеля. 23 кольца. Еще интересно, что она будет примерно в два раза выше, чем вот эти вот старые зрели. То есть старые зрели 170 метров. Унизят старые зрели, значит. Да, макаронина будет выше, чем пирожки. Вот так. Еще одна новость, но это уже не позитивная новость. Это уже просто как предупреждение нам и всем жителям Израиля. Это то, что автобусные компании теперь могут сократить количество рейсов. Как ты думаешь, из-за чего? Потому что так решил водитель автобуса, который иногда может проехать остановку, видя, что ты голосуешь. Ну, не часто бывает такое. Да, бывает. Ну, не из-за этого, ну, почти. Не из-за этого. Просто дело в том, что очень много людей болеют. И, оказывается, водители тоже болеют. Да. Ты же, вот посмотри, а. Болели водители и рейсы не вышли, да? Просто, ну, оказывается, вот все могут болеть, и даже они. Министерство транспорта разрешили автобусным компаниям сокращать количество рейсов на тех маршрутах, где это необходимо. А это ровно половина, да? Ну, да. Ну, я вот езжу на работу иногда на автобусе сейчас зимой. Потому что самокат, кстати, сломался тоже. И не сильно заметил, что реже ездят. Но народу мало. Народу мало ездят, это точно. Потому что вся страна сидит в карантине. Да. И вот здесь так и написано. В Минтранспорту уверены, что такие меры не сильно навредят израильтянам, так как множество из них в связи с пятой волной заболеваемости не часто выходят из дома. Многие работают удаленно. Пятая волна уже, представляешь? Это как эти графики валютные. Как валютные графики, да? Голова и плечи там надо будет рисовать эти. Пробитие. Да, пробивы. Делай стоп-лоссы там и так далее. Ну, так вот, друзья. Откуда у тебя такие познания? Я думала, у тебя только о тюрьме. Ну, просто чаще Андрей шутит тюремными и вот какими-то фразочками. Я родился и вырос в Сибири. Там были все ссыльные. Да. А про это все знают. Даже школьники знают про голова и плечи, про стоп-лоссы. Да. Конечно. Но 23 шекеля он золотой валютный фонд все равно, да? Пока. К нам? Чего нашел какую-то фигню и жрет? Кс-кс. Ты что ешь? Рассказывай, отвечай. Ты что хлеб ешь? Следующая новость. С 12 января 2022 года на сайте Израильского Минздрава появилась информация о чем? Обо всем. О том, что российские туристы, вакцинированные спутником, могут въезжать в страну так же, как и туристы с другими прививками. Бинго. Наконец-то. Друзья, кто будет въезжать в нашу страну? Расскажите, кто ждал этого момента? Ну вот и самое главное, что Ирина Тюрина, это правда, это Актона, пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии. Я думал, что это в Израиль, да, поэтому смешно было. Чика, перестань, пожалуйста. Чик. Чик. Чика, ну что ты за человек-то такой, а? Баба, он человек. А он человек. Чика человек, реально. Он хлеб ест. Где он его взял? Так вот, что сказала Ирина Тюрина? Она сказала, россияне крайне, но она не так говорила. Россияне крайне недоверчиво отнеслись. Россияне крайне. Россияне крайне недоверчиво отнеслись к сообщению о том, что Израиль разрешил туристам, вакцинированным спутником, посещать страну. Правильно сделали, россияне. Я вот вас предупреждаю, не доверяйте. А знаешь, почему не доверяют? Потому что уже 300 раз-то было. Что закрывают постоянно, что сейчас пустили, потом не пустили. Что у нас в правительстве это... Ну вот так вот. Да. Так 3 секунды. Дело в том, что у нас не авторитарный режим правления, не царский. То есть здесь реально люди принимают решения коллективно. По ночам. Наша правительница собирается ночью. То есть собираются вот как бы разные-разные взгляды людей. Шабаш собираются. Шабаш такой, да. И они пытаются что-то решить. То есть это не просто один кто-то там правитель сказал. Так. И это железобетон. Но потом он передумал. Здесь не так. Ой, ну у нас вот всякое бывает. Давай даже вот классифицировать не будем. Ну просто люди боятся, потому что сегодня разрешили, а завтра ночью собрались и запретили. А как было в ноябре? Сказали, что также разрешают туристам вакцинированным въезжать. С пятнадцатого числа люди накупили билетов, а четырнадцатого числа ночью с четырнадцатого на пятнадцатое правительство сказали, нет, ребят, с первого декабря будете въезжать, потому что мы не успели там подготовить вот все эти, да, дела. И первого декабря страна уже закрылась и получается люди очень много опять пролетели. Ну давай закончим эту новость все-таки, как бы, что это значит для нас? Ну, на самом деле нужно сказать, что для нас это значит, что приедут наши родственники, но я так не могу сказать, потому что я знаю, насколько здесь несовершенная система. Я думаю, даже не стоит пока пробовать даже, потому что тебя так же и назад домой отправят. Вот, поэтому ждем руку на пульсе, будем смотреть на первых рискованных людей, которые сюда поедут и там уже будем делать выводы. Там уже будем посмотреть. Еще одна интересная новость. Слушай, впервые в мире одновременно было запущено 8 израильских спутников, построенных студентами и школьниками. Ты можешь себе такое представить? Они, правда, были выпущены во Флориде, там, на установке Falcon, SpaceX, которые... А что, что за программа? Вот, вот эта новость. Гиряльные израильские дети? В проекте участвовало 8 команд, учащихся школ, средних школ со всей страны, а также студенты Израильского космического агентства Министерства инноваций. Ты знал, что у нас есть такое министерство? Вот все эти слова вместе нет. Смотри, тут просто в этой новости вот сразу несколько таких положительных... Отсылок. Отсылок. Первое. Это то, что дети... У нас есть физическое агентство. Что у нас есть дети, во-первых, да, вот есть школьники и студенты. Которые из Флориды. Нет. Пропустили это все. В общем, первое, что классно, это то, что школьники и студенты запускают спутники. Ну, представь. Это что-то на... Это какая-то программа обучающая. В современном и очень таком, как бы, высокоуровневом... То есть они не картошку копают для себя, чтобы потом кушать. Замариновать ее. Да. Они не в догоняшки играют. Они не... Не момент клея нюхают. Началось. Понимаете, да? А запускают спутники. Вот такие вот израильские дети. А представьтесь, какие взрослые. Если он в детстве спутник запустил. А взрослый момент клея нюхают. Да, тут наоборот сюда. Что ты скажешь про образование вообще школьное здесь? Два слова. Образование нравится. Я хочу снять отдельное видео. Андрей не хочет. Почему? Очень классное видео снять. Хочет? Потому что прошло, да, два года после видео, которое мы выпускали. И я скажу, у нас изменился взгляд. Он стал более осознанный взгляд на образование. Да? Да. У него нет, а у меня да. Вот. О том, что мне образование до сих пор нравится. И... Ты мне в контексте вот того, что школьники запускают... Ты куда-то не туда ушла. Школьники запустили. Это чудно. Это чудно. Это радует и улыбает. И вот делает всякие приятные эмоции внутри. Ну, а это мы закончим. Ты это и хотел услышать? Да. Следующая новость важная для тех, кому за 40. Звучит она так. Ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Я думала, квантовый скачок. Наконец-то. Ее назвали как буря красного уровня. Я не знаю. То есть, какие-то другие есть уровни? Синие, там, золотые, не знаю. Сначала узнай, потом говори. Ну, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Вообще, по поводу всех новостей, напишите, что вы думаете. Нет, Андрей о красной шапке. Да. Я красную шапку одел специально по поводу красного уровня бури. В чем... Почему я... Почему мне это интересно? Потому что, действительно, когда магнитные бури, мне плохо. Вот кому плохо, тоже, пожалуйста... Поднимите руку. Поднимите руку, да. Прямо сейчас перед экранами и протяните свой стакан. Да, получите заряд. Смотри, буря продлится с 16 по 17 января. Это те, кто не знают. Поэтому приготовьтесь к этой буре. А как вообще к магнитной буре можно приготовиться? Ну, вот надо было узнать. Может быть, шапочку одевать эту из фольги? Как приготовиться к магнитной буре? Вот, пожалуйста, напишите, как вы готовитесь к магнитной буре, пожалуйста. Вот, ваши рецепты. А следующее видео мы расскажем, как сделать отвар мха во время полнолуния, да? Да. Предупреждаю, что именно 17 января будет сам пик. Я бы сейчас... Если бы не было пилочкой, я бы ногти попилила. Мне бы, потому что не 40. Я уже говорил, ей 87. Она просто выглядит хорошо. Друзья, на этом все. Вот такие вот были новости. На самом деле, новостей намного больше. Особенно политических. Но мы не шарим в политике. Как, в принципе, и во всех этих новостях. В принципе, и во всех темах, которые мы до этого обсуждали. Но вот как бы... Что есть, то есть. Что есть, то есть. Подписывайтесь на нас. Прям иди покажись. И вот он, наш сынок. Наша семья волосатиков теперь. Никто не хочет стричься. Пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok